Пирамиды надвигаются, флот тьмы уже у нашего порога, и никто не останется в стороне от этого несчастья. Нам нужно что-то предпринять. О, точно, ивент проведен. 11 августа начался ивент Солнцестояния Героев. Город снова украшен флагами и лентами, а Ева Леванте вновь выдает поручение. Давайте разберемся, что тебе предстоит делать в рамках ивента, и как выполнять задания быстрее. Вчера я начал кушать контент ивента прямо на стриме, и там же читал множество однотипных вопросов. Так что сначала отвечу на самое простое, те кто все это знает, ну уж потерпите. И прежде чем мы перейдем к теме видео, небольшое спонсорское сообщение. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты и легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые сеты Солнцестояния, Печать 2020, Испытания Осириса и многое другое. Новинок много, цены снизились, самое время доделать все, что хотел, успеть до нового аддона. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду Трипл Вейб действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Итак, чтобы начать мероприятие, вам нужно прилететь в город и пообщаться с Леванто. Она выдаст вам синий шлем и задание, завершить арену Европейская Воздушная Зона. Эта арена запускается прямо из города. Сыграв одну игру на новой локации, отправляйтесь назад в город и после диалога с Евой, подойдите к статуе для медитации. Преклонив Галена, вам выдадут синий сет брони ивента. Его нам нужно будет прокачать и превратить в легендарный, фиолетовый. И давайте вот сейчас сразу разберемся, зачем. Зачем вам качать синий шмот и гриндить столько часов до фиолетового? Ну, во-первых, того требуют триумфы для печати 2020. Хотя бы один сет на одного персонажа прокачать по полной программе придется, если вы хотите получить памятную медаль. Во-вторых, после того, как вы прокачаете легендарный шмот и обновите его до великолепного, он будет падать вам с высокими статами, от 60 и выше. Поговаривают и про фрагменты со статами выше 65. Падать броня вам начнет из коробочек, с арены с ЕАЗ. Так что наролить можно будет себе уж что-то интересное точно. Тем более, что броня эта не будет затронута санцетом, а значит останется актуальной еще очень долго. Это на самом деле и было главным вопросом. В прошлом году ивент выдал нам броню за столь же геморройный гринд с ужасными характеристиками, что восприняли просто за плевок. Никто ни разу не воспользовался сетами после завершения мероприятия. Так что в этот раз это было критичным моментом. Если броню и правда можно наролить с интересными статами, то такой гринд уже можно назвать окупившимся. После же этого вам нужно получить абсолют броню. Задания для этого уже будут одинаковыми на всех классах, а не на ваших экранах. Для тех, кто делает это впервые. Вы вот получили синий сет. Что дальше? Надевайте броню и читайте задания. В описании каждого фрагмента брони есть несколько пунктов. Я уже говорил о них в прошлом видео, но не все его видимо посмотрели, судя по задающимся мне вопросам на трансляции. В зависимости от вашего класса, варлок, титан или охотник, задания будут разными. К каждому набору брони и к каждому классу есть вот такие таблицы, сделанные нашим подписчиком для вас. На них ссылка будет в описании. Зеленых сетов в этом году нет, многих это ввело в ступор, но теперь прокачка работает так. Синий шмот, легендарный королевский, легендарный роскошный и абсолют. Финальная легендарная форма брони получит еще и белое свечение. И да, популярный вопрос. Я выполнил задания на синем шлеме, как получить легендарный. Сеты обновляются все единовременно. То есть, чтобы перейти к следующей стадии, тебе нужно выполнить все задания на всем сете. Задания все довольно простые, но скучные. Выполни десяток мероприятий в патруле, заверши налеты, убей 25 стражей и так далее. Вы видите тут задания про 100 сфер солнца, например. Что за сферы солнца? Дело в том, что за время ивента стражи создают не только обычные сферы, как от суперубийств, но и специальные элементальные. Какой стихии оружия, из которого вы убили противника, от такого типа сферы и появились. Если убиваете из кинетического оружия, например из горной вершины, то сферы будут в стихии, сопоставимой с вашим подклассом. Сферы, кстати, лежат на земле не дольше 5 секунд, так что стоит их собирать без промедлений, а то пропадут. Кроме того, что их сбор требует задания на броне, сферы имеют небольшую практическую роль. Собрав 25 одинаковых сфер, ваш страж получает бонусные способности. За 25 огненных вокруг вашего стража начнут расходиться поражающие врагов волны огня, достаточные для того, чтобы поразить мелких противников и поджечь тех, что покрупнее. А также увеличат продолжительность действия вашей суператаки в салар подклассе. За 25 электрических увеличится ваша скорость, продолжительность ульты, а также урон от рукопашной атаки и атаки мечом. За 25 пустотных вы получите зрение через укрытие и невидимость в положении присев. Также будет увеличена продолжительность суператаки пустотного подкласса и сокращено время восстановления классовых способностей. И от темы со сферами мы и переходим к совету номер один. Делайте все задания на броне в команде из стражей вашего же класса. То есть если у вас трое охотников, то прогресс будет куда быстрее, потому что в каком-нибудь налете вы все будете делать одинаково нужные стихийные убийства и сферы. У вас у всех просто будет одна и та же цель. Если нет напарников, найдите их в группах и серверах LFG. Поверьте, это не пустой звук. Иначе, если вы будете в команде, где каждый делает сферы для себя, для своего задания, своего элементаля, то время вашей прокачки просто становится в три раза больше. Второй совет. Соблюдайте порядок от сложного к простому. Если вы видите на броне задания на завершение открытых мероприятий или убийство противников в любой точке системы, оставьте их на потом. Начните с заданий, которые требуют завершения гамбит матчей, матчей гарнила, налетов, приключений. Завершите их и пока вы выполняете эти пункты, вы уже получите хороший прирост к другим заданиям в духе «Соберите 100 сфер». Отличным помощником в этом станет таблица, которую составил ютубер Cheese Forever. Она на английском, я, к сожалению, не успел перевести ее целиком, но по ней очень удобно ориентироваться в том, какую последовательность соблюдать, чтобы оптимизировать прокачку и сократить время гринда, насколько это возможно. Ссылка будет, естественно, в описании. Вот столбец с гамбитом. Смотрите, какие задания отслеживать, пока закрываете его. Вот столбец с налетами. То же самое. И так далее. В общем, скорость прокачки ваших сетов и ваш успех зависит от того, насколько грамотно вы распределяете свои силы по активности. Теперь отдельно рассмотрим несколько пунктов и заданий, на которых многие застряли вчера, судя по моему чату. У некоторых появлялся вопрос касательно заданий с приключениями. Выполняйте их на той планете, которая является горячей точкой. На этой неделе это Меркурий. Летите туда, к брату Венсу и проходите любые попавшиеся. Для завершения задания, которое требует убивать противников совпадающим с дневным уроном, смотрите иконку в инвентаре. Если там значок солнечной энергии, соответственно, сегодня солнечная. И убивать вам нужно именно из нее. На арене Европейской воздушной зоны вы можете найти кристаллы, разбив которые, вы получите порядка 10 элементальных сфер. Что здорово поможет вам в том, чтобы скорее выполнить задания на сбор 200 сфер на легендарной броне. Задания на 2000 убийств стихийным уроном можно выполнять где угодно, но в гарниле быстрей. Один убитый страж будет считаться за 5 убийств. Сделаете 20 килов за матч, получите плюс сотню к прогрессу. Так или иначе, таких вот мелких советов и хитрости я могу еще много собрать, но они будут отличаться в зависимости от вашего класса персонажа. Поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях советы, для какого класса вы бы хотели увидеть. И я постараюсь выпустить 3 небольших видео, в которых соберу все советы персонально каждому персонажу. Кроме этого, нужен ли ролик, который поможет вам эффективнее закрывать арену на Европейской воздушной зоне? Пишите, и в зависимости от вашей активности я буду делать такие видео или не делать. Еще один момент вызвал у вас вопросы на вчерашнем стриме. Орнаменты, продающиеся у Тесс. Купить их можно как за серебро, так и за пыль, после того, как вы получите легендарный сет. Они выглядят как этот самый легендарный сет, но еще они светятся тем светом, стихийный урон которого использует ваш подкласс. Интенсивность свечения зависит от заряда вашего супера. И да, применить эти орнаменты можно на любую броню третьего года, если очень нравится. На этом пока все. Ивент долгий, я хотел сделать такое вводное видео. Продлится все месяц, так что я думаю еще не раз мы к нему вернемся. А вы не забудьте написать в комментариях, нужны ли отдельные видео с советами по каждому классу. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего. Спасибо за просмотр, до связи.